В Серпухове в единый день голосования прошли выборы в Государственную Думу и Московскую областную Думу. В 8 утра для избирателей открылись 58 участков. В связи с проведенной реформой избирательной системы 18 сентября была возможность проголосовать не только за партии, как 5 лет назад, но и за конкретных кандидатов. Избирательная кампания в Серпухове прошла активно и организованно. С раннего утра на 58 избирательных участков поспешили горожане выполнить свой гражданский долг и отдать голос за кандидата в Московскую и областную Государственную Думы. От голосования зависит жизнь как раз в городе Серпухове, именно наши жители и серпуховичи, жизнь в нашей стране. Зависит экономическая ситуация, зависит правильность принятия решений депутатов Госдумы, областные законы, какие будут приниматься, я думаю, тоже пойдут на пользу нашим жителям. В день единого голосования жители России отдали свои голоса за те партии и тех кандидатов, которые смогут оправдать их надежды на лучшее. Это просто необходимо как дышать воздухом. Если мы хотим, чтобы у нас была демократия, чтобы у нас было народовластие, без голосования его не будет. Поэтому особенно призываю молодежь, которая может быть достаточно скептически относится, да и средний возраст тоже можно сказать, который размышляет, что от нас ничего не зависит, за нас проголосовали. Вот так, чтобы не говорить, надо прийти, наверное, и проголосовать за те партии, еще раз говорю, за тех кандидатов, которые они решили. Потому что жизнь усложняется, в стране очень сложные процессы, мировые процессы сложные, да, проблемы у нас с экономикой, вот, поэтому нам надо высказать свое отношение к власти, свое отношение к стране и к ее дальнейшей политике. В 12-й школе наблюдалась небывалая активность граждан. При поддержке управления по обеспечению соцгарантий и аппарату уполномоченного по правам человека Московской области, свое избирательное право здесь, как и на других избирательных участках, смогли реализовать и люди с ограниченными возможностями здоровья. У нас установлены для малоподвижных групп населения с ограничениями по движению, да, лиц кабины, которые позволяют им реализовать свое право избирательное, именно в этот день, 18 сентября, на избирательном участке, так как они являются полноценными гражданами и имеют такие же равные права, как и все остальные. И дома голосовал несколько раз было дело. Когда погода плохая дома, когда дождяка нет, можно и сюда приехать проголосовать. Я активный человек, я не вижу ограничений для того, чтобы самостоятельно прийти и сделать свой выбор. С утра в 12-й школе был такой наплыв избирателей, что пришлось установить дополнительно еще две кабины для голосования. В 16-й школе тоже сделали все возможное для удобства серпуховичей, приписанных к этому участку. В нашей школе три участка. Два участка на территории школы, один на занарке. Всегда с нами администрация города. Всегда они нам помогают эти участки оснастить и сделать так, чтобы жителям было комфортно на этих выборах. Много впервые голосующих идут. Причем приходят, так интересно, семьями, папа с мамой приходят голосовать, приводят с собой ребенка. Поэтому тоже очень хорошо, очень хорошая тенденция такая. Подарки им дарят. Мы как-то обмечаем их. В общем-то, как сказать, говорим о том, что они выбрали правильную, наверное, гражданскую позицию. Не быть пассивным человеком, а быть активным, потому что, в общем-то, наша судьба в наших руках. На выборы идут люди, ответственные, со своими убеждениями и гражданской позицией, неравнодушные к судьбе нашего города. В лицее Серпухов вместе с заместителем председателя правительства Московской области Юрием Олейниковым на выборы пришел наш земляк. Мастер спорта международного класса Дмитрий Чудинов. Мы с ним вчера деревья вместе сажали на площади, на центральной там. А вот сегодня решили вместе проголосовать. Ну и сейчас вы видите. Я, правда, видите, как живущий в Москве мне дали только один бюллетень. Я просто определился. Дима, получил все четыре. Да, мне все четыре. И сейчас, чувством исполненного долга, спокойно продолжил сегодняшний свой путь. Да. Ну, а я еще буду волноваться. Я думаю, не только до полуночи, но и до утра. Потому что подсчет голосов будет. Я думаю, где-то мы, когда будем смотреть по единой системе информационной, где-нибудь часа в два, а может быть в четыре мы поймем общую тенденцию. По предварительным данным на выборах в Государственную Думу, по одномандатному округу с большим отрывом лидирует Юрий Олейников. По партийным спискам 40% набирает Единая Россия, 17% КПРФ и 15% ЛДПР. По выборам в Московскую областную думу по одномандатному округу уверенно лидирует Роман Горбунов. По Единому округу за Единую Россию отдали голоса более 35% избирателей. За КПРФ 16,7% и за ЛДПР почти 16%. Окончательные итоги выборов будут объявлены позже.